Глава третья. Сказочный совет. Другой мальчик был весь какой-то дёрганный, как стрелка на уличных электрических часах, да ещё когда разговаривал, то всегда почему-то оглядывался по сторонам, как будто кого-то боялся. Грунька у него спросила, чего он всё время дёргается и оглядывается, а мальчишка грустно сказал, что он очень нервный. Тогда Грунька сказала, что ему ещё рано быть нервным. Но мальчишка после Грунькиных слов ещё больше задёргался и занервничал, и вроде бы заикаясь, сказал, а как же ему не нервничать, если все на нервы действуют с утра и до самого вечера. Грунька, конечно же, заинтересовалась, почему это мальчишке все на нервы действуют, может быть, он преувеличивает? — Как, а как это преувеличиваю? — закричал на Груньку мальчишка. — Я вот, например, только сажусь в автобус и сразу начинаю беспокоиться. Всю дорогу до самой школы беспокоюсь в школе на уроках, все шесть уроков трясусь, а на перемене вовсе дрожу с ног до головы. — Надо же! — удивилась Грунька. — Такой большой мальчишка, а в автобусе он беспокоится, на уроках трясётся, а на перемене и вовсе дрожит. — С чего бы это? — А оказалось, вот с чего. — В автобусе мальчишка беспокоится, потому что он всегда ездит с зайцем, без билета, и поэтому всегда боится, как бы не вошёл контролёр. В школе он трясётся из-за того, что уроки дома не учит, и потому боится, как бы его к доске-то не вызвали. А на перемене он дрожит из-за одного парнишки из соседнего класса. Вдруг подойдёт, да как, даст полбу или ножку подставит. Выслушала Грунька мальчишку и спросила. — А хочешь никогда больше не дрожать и не бояться? — Как-как, конечно, хочу, — сказал мальчишка, дёргаясь и заикаясь. — Тогда ты вот что сделай. В автобусе, как войдёшь, купи билет. В школу приди с выученными уроками, а на перемене, если кто захочет дать тебе полбу, схвати его за руку вот так. Только для этого сперва надо потренироваться. А через неделю Грунька снова встретила этого мальчишку на улице и сначала даже его не узнала. Он сам её первый узнал. Подошёл так спокойно и весело с ней поздоровался и заговорил, ничуть не заикаясь. — Прямо сказочный ты мне совет дала, Грунька! — Сказал он и с такой силой пожал ей руку, что Грунька даже ойкнула. А может быть запела тоненько, будто балалайка. Ох! Грунь-грунь-грунь! Грунь-грунь! 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 Продолжение следует...